Так, сегодня у нас 5 июня 2019 года заседание Координационного совета жителей района Царицына при главе Управе. Вот мы пришли пока два участника, Кондратьев Иван Юрьевич, так, и, как вы видите, тогда Ващук Александр Анатольевич. Да, и еще должна быть Анатольевна, Наталья. И, соответственно, так. Так, вот, здравствуйте. 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 Давай тогда мы отдадим в Совет Депутатов. Ну, к стране, тёток? Да. Как-то надо просто выделить то, что касается Царицына. А здесь нет этого. Это здесь, как бы, это Москва. Какой смысл для общего ответа? Да, да, да. Я, например, в части каких-то вопросов, вот, вот, трогал. Так, пока у нас есть, или, смотрите, я был вчера на заседании Координационного совета. Это вот сегодня Координационного общественного совета при дирекции Москва-Странспортного узла. Там, где занимаются вопросами развития транспортной системы Москвы и Подмосковья. То есть, вот вопрос. Оказалось, что я задал вопрос, чем вызвана вот эта речь и как её можно расценивать, когда Собянин говорит, что у нас нет стратегии развития транспорта в Москве. Директор, вот, дирекция мне ответил. Да, она существует до 2020 года, а будет разрабатываться до 2025 года. Это раз. При этом, я говорю, мы бы хотели, как жители, принимать в этом участие на стадии химического задания, чтобы не получалось таких вещей, как у нас получилось с уличной дорожной сетью в районе Царицыно. То есть, когда нас окружили этим Бермудским треугольником, и в итоге выходим куда мы? К тому мосту, который имеет радиационное заражение, которое не удалено. И об этом, как бы, говорил главный инженер Радона, что там десятки тысяч тонн. Вывозить их никто не будет, рекультивацию делать не будет, и тогда, получается, мы, вот все вот эти потоки, да, то есть, южные хорды и южные наракады, они пересекаются в одной точке, вот в этой, да, в мостах. То есть, вы слышали об этой проблеме? Да? Вопрос. Мне интересно, да, как его мы собираемся решать? Это один из вопросов, который я хотел бы сейчас еще... Мы сегодня в каком вопросе? У нас сегодня, вот сейчас скажу, у меня есть, да, вот вопросы. Я так поняла, вы по этой поездке? Да, это поездка раз, да. И я бы не так, вот, не ограничивал, почему? Потому что Координационный Совет может и другие вопросы затрагивать. Естественно, это мы потом уже, да, обсудим, все, хорошо. Совет может задать любые вопросы, но мы начнем с основного, с которого... Конечно, я согласен. Я сейчас просто жду нашу виновницу, ту, которая, как бы, да, Наталья, она должна прийти сюда с теми материалами, которые она работала, и она, в основном, как бы, была инициатором вот этого вот, пересмотрения и оценки благоустройства. Вот она идет, вот Сергей Савельевич идет. Поэтому как раз я в рамках разъемки как раз проговорил с вами о транспорте. Давайте сюда поднимем, секундочку. Ну, я думал, что за полчаса переложим. Ну, мы предварительно все отсидели на месте. Мы, как бы, выходили, встречались, с народом переговорили. Так, вот, вот. Продолжение как бы приняли. Сейчас зеленый навык подвести такой купек, что у нас с вами вырисовывается. В результате, ну, общее, к чему пришли жители, значит, это то, что мы не трогаем авар, который у нас находится между домами. Тридцать корпус установлено. Тридцатым по костейке и Луганг-7. Мы там договорились, что внизу вот те колодцы у нас газа, мы тут постараемся их, как бы, немножко подсыпать, чтобы дети там не бились зимой об этих колодцах. Ну и все, в общем. То есть, это имеется ввиду вот этот переход, да? Сбербанка, да? Ну да. Это мрак такой, значит, если идти от Сбербанка, то основная часть у нас с правой стороны, мы ее не трогаем. Ну, с правой ее не смысл не трогать, а там, если просто подсыпать щебень и сделать немножко в уровень слева, там уже просто добиться того, что будет более пологий подход, и вверх будет идти более, такая дорожка более пологая. То есть, нет смысла делать мост. По дорожкам, по станции. Говорючи, мост, да, вот, это... Дорожки мы сейчас проговорили. Я просто сейчас начал с того, что почему... То, что они вызывают, но у кого они... Таких противоречий, да. По детской площадке вроде тоже там все обговорили, правильно? Да, мы это все сейчас описали и вам запрестировали, как это в песневиде. Соответственно, с детской площадкой мы тему закрываем, там вот, по вот этому тренировочному решению, совместному, там все это дело исполняется. Что касается дворовой территории 29-го дома, где вот мы ходили до 29-го, мы его на следующий год делаем там в устройстве, вместе с асфальтом, с тропиничной сетью, и с озелененной территорией. То, что за домом тоже туда относится. На следующий год? Да, потому что в этом году мы не сможем там нормально все сделать. Лучше запланировать масштаб и сделать. По поводу той дорожки, которая у вас идет между... 29-м 4 и 3? Да. Вот этим домом. Значит, мы договорились вроде бы, что мы ее сделаем так, как вы и показывали. то есть, чтобы этот газон не обходили люди. Ага. Вот. И я еще попрошу, может быть, жилищники, если у нас сегодня не останется, там, на этих карманных лигах, которые вот в торце дома имеют. Ну, продолжить их. Все равно там парковаться люди будут. В этом месте. Видно, и зимой они там все время в машинстве. По лестникам, которые у нас идут по тропиничной сети, то есть, да, мы их тоже инвестируем, да, в этом году. Делаем так, чтобы они были удобны. Это не касается главной лестницы только, а тех вот двух спусков, которые тут показывали. Вот это? Да. Ага. Вот. Но, тем не менее, все-таки в следующем году, капитально, мы их поможем. Я думаю, что в этом году можно вот лестнице, которая за домом, ближе к овражу, сделать только перила нормальные. Потому что лестница более-менее выдержит еще. Да? Я про это говорю, что да. Но в следующем году лучше сделать. Ну, в этом году нужно только перила сделать, да? А уже в следующем году все остальное. Да. У меня еще по детской площадке можно высказаться? Ну, сейчас я вот, как бы, вот это все вопросы, которые особо, ни у кого никаких вопросов нет. Правильно я понимаю? Да. В остальном давайте сейчас мы обсудим, правил за то, что у меня предлагает все, которые проживают наши активности. И, собственно, для ожилища, все, мы уже пришли. Возьмите, пожалуйста. Ваши вирси уже. Сейчас найду. Копия, да? Где-то была. Сейчас, секунду. Я вот тут на схеме показала, что проект, да? Вот зона 2, да? Угу. Вот просьба отодвинуть зону 2 от дорожки, хотя бы вот на небольшое расстояние. Заборчиком. Слишком близко дорожкой. Да. Это очень всех беспокоит. Очень, очень сильно всех беспокоит. Да. Ну, то, что внизу нарисовано. Оно с проектом. Видите? Угу. Это вот проект, да. А вот факт. Факт просто... Он меньше, и он получается детская маленькая зона. Мы просим, во-первых, просто не станет помнить с качелями. Это я уже Евгения говорила, да. И если вдруг качели не влезают, вот эта зона, вот эта зона 3, да? Она мертвая, ей не пользуются. Угу. Да? Очень хорошо, что ли. Ну, потому что видите, какой проект здесь. Он большой, да? А эта площадка маленькая. Вот зона А-1, да? Она гораздо меньше, чем есть по факту. Просим просто, если вдруг что-то не влезает, Лена, вот сюда чуть-чуть. Ну, если нельзя, то это решили. Он всё рассчитан на зону безопасности? Ну, вот поэтому очень просит, как бы это не моя личная прихоть, а людей просто... Вот это отодвинуть, это от дорожки просто, и всё. И клубу мы убираем, да? Нет, не обязательно, просто просят бордюрный камень убрать и посадить в центре в кустарнике или что-то такое многолетнее. Многолетнее. Многолетнее просто, ну, да, потому что цветы быстро приходят в негодность, а кустики, они останутся. А красоты хочется. А красоты хочется, да. И, как бы, хорошо. Значит, принимают. А по этой теме ещё, как бы, добавление. Я здесь не вижу, например, укрытия от солнца и дождя, да. Алена сказала, что нельзя там сажать деревья, то есть, как бы, соответственно, там тени не будет. А быть всё время у нас на цепелке, тому же ребёнку, да, я считаю, это не совсем правильно. То есть, должна быть какая-то зона, где будет навес. Этот навес может быть даже не в чистом виде, такой, как бы, сплошным, да, а, типа, как пергола, которая, ну, вот, то, что имеется как сцена в парке Сосинки. Внизу будет зона отдыха, станики будут, там попросится Невая страна, там будут дорожки, где деревья растут, тоже будут лапши. На площадке. Площадка игровая. Внизу зона отдыха, да игровая детская площадка. Мы пока друг друга не понимаем, да, вот это как раз трагедия. То, что я говорю, что никто специально туда не будет ходить, да. Здесь, когда на месте будет, да, вот человек. Зонтика ни одного нет. Естественно, нет укрытия от солнца. Раз. Факт. Факт. На такой большой площади должна быть. Вот если детский сад взять, да, если мы считаем детскую площадку, то там есть веранда, да, там где укрывается от солнца и, соответственно, воспитатели гоняют. Если у мамочки мозгов нет, да, бывает такое, что она тогда будет ребенка печь. Куда ему убегать с площадки? Я считаю, это неправильно. Ну, я, Александр Анатольевич, как бы… Это мое мнение. Я его высказал, да. Вы можете его учитывать. Я не делаю такого на детской площадке нигде. Если детская площадка маленькая, да, детская площадка маленькая, согласен, но это получается для большого дома и она вот, скорее всего, подходит как межквартальная. Почему? Потому что по площади и то по посещаемости. Там же, в общем, большая посещаемость. Правильно я понимаю? Да, очень. Поэтому там должна быть такая вот территория. Это мое мнение. Вы можете его игнорировать, учитывать, как скажете. Ну, мы посмотрим. Поэтому… Ну, веранды точно нет. Нет. Навес или пергол. Что-то такого плана. От солнца, дождя – это уже другой вопрос. Так, все только по этому вопросу. Да? И тогда, соответственно, дорожная тропиночная сеть. Самый главный вопрос. Еще маленькая татьма. Здесь… Вот здесь вот, при той высоте асфальта, здесь постоянно стояла вода. Постоянно. Сейчас бордюрный камень установлен по периметру выше существующей дорожки на 7 сантиметров. То есть, не на склон идет, да? То есть, будучи оно вровень, как вот было со склоном, вода стояла. Сейчас подняли. Да? Чтобы бассейн был. Будет бассейн. Я просто прошу, вот этот внешний периметр опустить до… как можно ниже. Потому что… ну, чтобы был натуральный уклон. Потому что вода стоит… Вот если вы будете все поднимать каждый год, каждый год та же ситуация. Каждый раз ложат асфальт, я стою, кричу, делайте его на уклон. Потому что руководитель селят здесь, а рабочие, у них свое мнение. Бордюр поднят на 7 сантиметров. Просьба его опустить, потому что… Ну, поймите себе. Вода будет, она уже при этой, при нулевой высоте стояла. А 7 сантиметров там вообще будет готов. Бассейн. Примечание или какой-то какой-то… Ну, это просто вот… Особенность такой. Ничего. Там нет вертикальных разрезов, поэтому то, о чем говорит Наталья, оно имеет право на жизнь, да? И догадываться – уберут это в процессе, не уберут. Это трудно, да? Нет, это надо описать. Потому что… Она акцентирует внимание на этом, да? Сделает разуклонку, чтобы не стояла вода, да? И не было возвышения бордюра, потому что это травмоопасно. Вот и все. На 7 сантиметров все равно асфальт не подымут. Понимаете? Везде, да? Это… Не циклимся. Не циклимся дальше, двигаемся дальше. Все, у меня нет вопроса. Проблему озвучили, из-за этого есть специалисты, которые подымут, как решитель. Промерят там уклоны. Хорошо. Так, это у нас по первому вопросу, да? Пропиночная сеть, да. Пропиночная сеть, значит, насколько я понимаю, все-таки хочется определенные изюминки, как я это вижу, да? У нас район такой достаточно, скажем так, исторически однобоко построенный, застройка там у нас тепловая 70-х годов, и в нем нет ничего, чтобы… Ну, его самобытность не так их назовем, да? То есть там, в принципе, в районе нечего показать. Вот. Поэтому поступил вопрос-предложение от Александра Польщи. Я, в принципе, готов поддержать горячо по строительству определенного объекта. Я имею в виду мост, в кавычках, да? Через Овраг. Пешеходы? Ну, пешеход, естественно. Значит, нам надо с вами решить просто на сегодняшний день, что мы, как мы будем эту дорожку обеспечивать, скажем, до строительства этого объекта. И если его не будет построен, ну, в принципе, там, по разным причинам, ну, вот пусть население выйдет протестировать, начнется, в общем, нам на мостах. И Александр Анатольевич ничего сделать не сможет вместе с комиссионным советом. Ну, будет, будет. Ну, пример. То как нам из этой ситуации вырвать? Я, в принципе, не вижу никаких проблем со строительством такого объекта. Единственное, что это все-таки серьезное сооружение, которое оно проектирует, я уже говорил, и выбирать потом проект, который, соответственно, прослужит, ну, не одно десятилетие без, скажем так, всяких ремонтов. Вот. За основу предлагаю взять какой-нибудь мостик горбатый, типа какой-то, в парке Цельсово сделанных. Нет, лучше прямой. В пешеходной зоне. Имеется в виду образ, да? Не этот горизонт, который идет. Потому что Иван Юрьевич говорит, что надо горизонт соблюсти. Я приводил как раз мост тот, который у фонтана, он горбатый, да? То есть, покрытие одно, а вот эта конструкция сама моста, это другое. А, конструкция. Конструкция, да. Однопролетное сооружение такого, значит, небольшого. Арочного типа такого, красивого. Арочного типа. Как бы, оно просто, есть типовые решения, я там это просто немножко преследовал. Типовое решение на заводах предлагается железобетонных изделий, что нам, в принципе, обойдется не очень дорого. Одно не в десятки миллионов. Дешевле, чем фигуны может даже, да? Ну, конечно. Просто здесь нужен проект, просчеты и потом выбор. Вот. Как бы, я предлагаю так это все решить. Без там дерева, потому что дерево долговечное. И, мне кажется, подвержено вас к вондализму. Вондализму и скрипит. Есть материал, какие дерево, металл, бетон и композит. То есть, есть сейчас уже готовые композитные мосты, мостовые пролеты, которые просто раз, положили и все. Учили. Да. Поэтому, значит, сейчас мы должны определиться и народ опросить предварительно, нужен им этот объект вот в этом месте или нет все-таки. Легко. Поэтому, ваше задачи, наверное, Анатольевич, соответственно. Наталья начала это. Легко. Просто следует. Продолжить то еще. Мы, со своей стороны, если люди поддержат, мы готовы в следующем году заняться этим объектом проектирования и соответствующим сооружениям. Даже конкурс объявить нужно. Это замечательно, потому что я, как бы, имею отношение и проектировали мостов. Мы занимались искусственными сооружениями. Все это вот тут на слухой. Отец еще жив и мы с ним тоже беседовали на эту тему. Он говорит, ну, в принципе, там не надо никакого искусственного сооружения. Там достаточно сделать подсыпку. Потому что там уровень очень серьезный. и поэтому добиться того, чтобы, то есть, надо будет или поднимать, чтобы стремлеры. То есть, и там идет у нас высоты, они в разных уровнях. А вот так идет и вниз по области, да, и туда, на тот берег тоже достаточно. Поэтому можно сделать подсыпку вот от тех колодцев. То есть, типа, с дамбу, что ли, сделать такую? Сделать лимитацию моста. Нет, дамбу. Сделать там трубы такие декоративные какую-то. Я думаю, что подсыпка не пройдет, потому что теплосети давно уложены. Сейчас будет развиваться район, и они захотят к ним доступ. Но все равно это надо просчитывать. Я думаю, что вообще надо... Это один из вариантов мостового перехода. Нет, там подсыпка совершенно не прощающая. Иван Ильич, я согласен, да? То есть, это один из видов мостового перехода, да? То есть, типа дамба. Это не переход или дамба, это просто имитация и все. Больше ничего. Потому что там реально нагрузки никакой нет, и высот таких, чтобы строить мост, там тоже нет. Ну, мостовый переход, опять же, как бы, да? Два с половиной метра. То есть, это уже не... Иван Ильич, это не наши предметы. Два с половиной метра прогиб. Минимум. Ну, там два с половиной. Это в каком-то пиковом значении. Да, конечно, да. А так-то там нет этого. Там надо просто считать, делать съемку и нивелировать. Никто же не говорит, что это просто завтра будет работа. Сергей Александрович сказал, да? Это прорабатывается. Все разум. Ну, нам-то с вами, как бы, лучше сделать что-то интересное, чем просто какое-то... Я думаю, что первое, что мы должны сделать, это сделать запрос, а возможно ли это сделать. То есть, не будет ли это мешать, ну, мешать теплосетям и все остальное. Это прежде всего. А потом уже, если нам дают добро, тогда уже думать о конструкции. Мы, естественно, помним. Да, да, да. Ну, там, по-моему, водоканал один, да, идет? Ну, там даже не естественно. А как по одному берегу? Газ как идет. А? Газ как идет. А газ идет перпендикулярный. Да, газ перпендикулярный. И канал тоже, по-моему. Там есть теплосеть, потом и в нем, вроде, ну, и все. Ну, и в нем, ну, и все. Ну, и в нем, ну, и все. Да, нужно или не нужно. Проведите опросы, потом ознакомите нас с результатами. То есть, это вот в ваших руках все. Если люди скажут, да, ну, давайте, значит, поможем дальше. Да. Ну, а мы все в порядке. То есть, если я согласна, Сергей Александрович, если делать, то делать, наверное, надо прошение в таком районе. И Дюбинск, если... Да, конечно. Как-то в одном стиле, в одном дизайне, вот, как-то подумать. О, соседи же делают, я вам показывал, да? Вот тоже самое. Я вообще думаю, что можно и легче. Ну, да. То есть, делают, делают, да. Соответственно, а чем мы хуже тогда? Ну, чем хуже. Лучше все. Так, и, в принципе, остался один. Ну, у меня нет дома. Дорожно-тропильные сети, которые идут по всему основному направлению, дворовой территории, включая и обраг. Я предполагаю, что те протопы, которые существуют, мы их делаем мягким, не мягким, но как это называется? Отсыпка? Отсыпка, да. Там, где, значит, есть возможность сделать нормальный тротуар, там сделаем тротуар, если тротуар, опять-таки, это не противоречит общей концепции. То есть, овраг мы оставляем на зиму, чтобы там было возможности отдыха, сбора, катания детьми, а все остальное там, соответственно, не выстраивают. И зону подтопления, там, где у нас площадка, мы постараемся ее ликвидировать. Спасибо. Сергей Александрович, еще там, вот, я слышал мнение людей, которые живут в вот этих тридцатых домах на высоком берегу, что когда лавочки будут там, да, говорит, ой, не ставьте, пожалуйста, лавочки, там будут пьяницы. Поэтому я хотел бы, что в соответствии с тем, что должны делать депутаты, да, предлагать свои варианты, как устранить вот эту бич, которую у нас постоянно говорят. Там будут пьяницы, мы не должны, да, подчиняться тому, что там будут пьяницы, а решать вопрос комплексно, да, вот мое мнение. В этих случаях ставится освещение и вешаются камеры. Почему-то, когда мы рассматривали вопросы, этого, Корнеевского пруда, да, там чуть ли не на каждом шагу, там около тысячи камер, да, а в таких местах, где мы это делаем, то есть я считаю, что необходимо установить камеры освещения. И вывешивать таблички, да, что эта скамейка для тех, кто хочет распитие, да, она будет для них платная. Там штраф, например, да, пять тысяч рублей. Я думаю, что не очень много желающих найдется, тех, которые готовы расслабиться с деньгами. Это не та категория людей. Но с нашей стороны должно быть предложение. Вот я свое сделал предложение. Поэтому рассмотреть на совете депутатов вообще этот вопрос, когда куда-то хотят сделать зоны отдыха и лавочки, да, то не подчиняться тому обстоятельству, что там кто-то будет заниматься распитием напитков. Я считаю, мы должны убрать этот порог, как бы, да, и решить его раз и навсегда. Так же, как вопрос, за этим должны кто следить? Полиция или кто? Потому что у нас до сих пор, как я знаю, да, не подписано соглашение между МВД и правительством Москвы о соблюдении, как бы, да, вот этих вынесением административных штрафов. И в итоге мы что имеем, да, то дерьмо, которое собачье, да, валяется по всему парку, нет людей тех, кто отвечает за его уборку и штрафов. Раз, полиция говорит, это не наше. Остальные структуры тоже на это не обращать внимание. Та же самая и тема с алкоголем. Потому что несовершеннолетние, они спокойно вылавливаются. Ну там же несовершеннолетние, даже когда мы с вами ходили в субботу, да, люди отдыхали тут же, на берегу. Просто вопрос. Вот Елена дала ценный совет, когда мы встречались. Она сказала, что надо дополнительно написать заявление в полицию о патрулировании зоны и указать на карте. Это мы напишем на встрече. Да, ну вот она мне такой совет дала, мы это как раз будем делать. Это второе решение вопроса, да? Да. Поэтому, когда есть камера, есть табличка, да, это комплексное решение. Поэтому над ним надо проработать. У нас 30-й дом только ждет, прямо радуется, да. Так я рассказываю, да, я вам сказал, когда мы ходили, ну не дошли, в Луганское 8, стоит две спортивные площадки рядом, с красивыми навесами, все. И чем там занимаются? Захожу, мужчины распитием занимаются. Чем занимаемся? Литерболом, да, говорит, ну да, вот смех смехом. Там никого нету из детей, да. И две площадки стоят, и они используются просто как питейное. Зашибись. Никаких вопросов, как бы предупреждающих, да, эту возможность, не имеется, да. То есть это пробел, который надо устранить, я считаю. Или он повсеместный. Так, дальше двигаемся. Да, мы просто не знаем, что там будет в деревьях, ну хотя бы ориентировочно. Сколько там лавчих будет, как свет будет определён. Ну, я думаю, что там ничего плохого не будет, поэтому мы доверимся жилищнику в этом вопросе. Нет, нам уже это, в принципе, мы вам доверяем в этом вопросе. Так, главное, то, что мы хотели, будет, да. Мы, конечно, обсудили, да, в принципе. Поговорив вчера с жителями, они, в принципе, не против там лавочек. И зоны отдыха, да. У меня есть просьба тогда повесить информационный щит вот на этом магазинчике, да, то есть проекта предстоящего благоустройства. Это не составляет проблем, да? И тогда как раз легче будет сил ориентироваться и все ждать. Согласен? Да, да, будут все люди проходить мимо. То есть там такая зона хорошая. А те разговоры, которые мы вот при обходе затронули, это с ливнёвкой. То есть сейчас здесь их нигде не обозначено? Нет, мы, естественно, в рабочем моменте можно... Такое поручение я дал прямо там на совещании. Самое главное это... Там надо снять асфальт, вот эту шишку. И реанимировать вот тот колодец, который закопан. Тогда Бердееву показывали, Наталья показывала, да? Там где-то квадрат два на два, где-то такой. Он засыпан просто-напросто. И там как раз в этой точке вот есть такая проблема. Поэтому его надо рассмотреть, реанимировать и просчитать водосток. Потому что водосбор идет со всего асфальтированного вот этого уклона, и все идет в эту сторону. Поэтому... Да, да, да. Этот вопрос как-то так вынести, что может быть, да? Так, чего дальше? Ну вот я его сейчас затронул, да? То есть линеют две площадки замечательные. Только ими или не пользуются, или мало пользуются. А пользуются те люди, да, для которых они не предназначены. То есть там занимаются распитием. И в итоге там, вот, Алена не даст соврать, да, что убили напрочь эти навесы, сейчас поменяли им покрытие. И то есть целевой аудитории, ради кого это было сделано, там нет. При этом на одной из площадок я вот предлагал сделать то, которое побольше, скейт-парк, с тем, чтобы сделать защитный экран от дома, чтобы туда не рикошетивая звуком все. И в принципе там нормально. Площадь такая же, я говорю, вот на Парке Культуры под мостом, вот площадь прям такая вот, как у нас там есть. И там достаточно. Я вот встретил отца с сыном, с двумя сыновьями, которые на школьном дворе Сиванская 6 используют эти помосты, там где стоят вот эти павильончики, да? И, кстати, вот такой павильончик вполне бы был на детской площадке очень хороший. Тот, который школы, да? Поэтому, да, они используют вот этот подиум, да, в качестве как бы препятствия. То есть на школьных дворах можно тоже в том числе и сделать. Поэтому второй школьный двор, да, пустующий, то есть первый у нас хорошо задействован, Сиванская 6, а второй тот, который вот веселая, сейчас не знаю какой дом, да, ну вот здесь вот через дорогу школа. То есть там площадка, да, она есть, но она не обихоженная. И вопрос вот по поводу отсыпки, да, у меня двойственное такое впечатление, что, да, мне нравится это покрытие, но оно требует квалифицированного ухода. У нас этого ухода нет, это раз. И второе, делают неправильный пирог, ну, как называется, да, то есть подоснова и финишное покрытие. При этом вот финишное покрытие, оно должно быть толще. На этом или экономят, или по неграмотности делают. То есть мы видим, как это сделано сейчас уже, косяки вылазят в ГМЗ Царицын раз. То есть эти ошибки не надо повторять. И даже иногда бывает, может быть, лучше сделать просто асфальтом, как, не странно, да? Да, он может быть декоративный, там, да, асфальт какой-то, тем более дорожки не такие длительные, это протяженности. То есть там не серый асфальт, да, а красный, например. Да, это легко, в общем, присыпка делается, и все по самому асфальту. Да, то есть вот если мы хотим сделать этот овраг, ну, вот, скажем так, одной из тех притягательных зон, а он на это имеет все шансы, то надо продумать вот эти элементы, которые работают плохо. И даже у нас, если где есть, вот, уже эксплуатируются эти дорожки гравийные, да? Не очень, как бы. При этом даже размер гравия и цвет гравия тоже играет роль. Вот размер гравия, Алена сказала, что... То есть отсек, да, отсыпка, да? Значит, я сказал про гравий, да, как бы, это мелкая фракция, то есть отсев называется еще он. Вообще высыпка есть, как удра вообще? Да, просто чуть-чуть другие разные. Таким, за ним нужен уход. Почему? А в чем он заключается? Его летом в жаркую погоду надо поливать, да? Никто этим не занимается, да? И даже траву, которую посадили, тоже не занимается. Поэтому вопрос сделать одно, а уход другое. Вот сейчас в том же парке, да, в Сосенке, наверное, по гарантии, там еще можно попросить, чтобы заменили треснущую плитку. Или это уже все? Или это надо говорить? Я могу показать, где... То есть тот, кто обязан следить за состоянием, он получает за это деньги. И хочется, чтобы люди выполняли свою работу, да? И за теми деревьями, которые представляют угрозу, там, например, или уже нам обещают, что вот там, собственно, 100 и все прочее будет удаляться. Но не удаляется, да? И тогда, когда я говорил здесь, в этом помещении, что эта ошибка сажать в качестве живой изгороди шиповник, да? Эта ошибка сейчас показана наглядно, что это не работает. Там засох весь и стоят колючки вот такие засохшие шиповника, да? Я сфотографировал специально, как раз вот был, когда праздник, да? Пошел сфотографировал, 1 июня. То есть это угроза, опять же, кому? Детям, которые там бегают. Ну, так вот дети не бегают, но... У живой изгороди. Да, я вижу, но ошибку эту повторили. Та же самая будет история с ней. Используется еще хорошо спире. То есть есть же уже устоящее... В чем мы велосипед изобретаем? То есть есть те растения, которые идут на живую изгороди. Да, шиповник, он может идти такими, как бы, фрагментами. Но не в качестве его сплошной живой изгороди. Практика показала? На самом деле, оно очень красиво смотрится. Те кусты, которые... Я не спорю. Вот правильно вы сказали. Украшение — это одно, а живая изгородь — это функционально другое назначение. И шиповник не работает. Хорошо. А он у нас с двух сторон высажен. Да, и с третьей стороны его посадили. А это что, деньги, да, и вид. А время то, которое прошло за два года, в принципе, могла нормально изгородить. Потом, вот у меня возле дома, да, еще раз прошу провести комиссионное обследование. Почему? Потому что был по программе как раз благоустройство высажен кустарник. Значит, за счет того, что ГБУ автомобильной дороги выгрузило загрязненный снег на те места, да, когда я об этом сообщаю, игнорируют. В итоге, я сказал, хорошо, подождем, пока они, скажем так, погибнут, да. 10 кустов погибло. Сейчас я написал в ГБУ жилищник, да. А 8 в угнетвенном состоянии находятся. То есть, как это называется? Я сказал, будет — будет. Значит, мне наврали. Кто? Административная инспекция. Чья территория? Дворовая. Кто обслуживает ее? Жилищник. Значит, почему мы не находим умничий язык, да, и уже сколько времени стоят убитые бордерные камни, да, кто это должен делать? Я. Как правильно Сергей Александрович сказал? Давайте тогда я буду выполнять функцию, да, техника смотрителя своего дома за те деньги, которые он получает на моем доме. Я согласен. Вопросов нет. Ну, если я хожу и тыкаю каждый раз, я почему-то должен обращаться после проведения работ, я говорю, Игорь Васильевич, повлияйте, чтобы убрали после себя мусор. Ну, это что, дело, что ли? Приходите к нам, жилищник, мы обсудим своим вопросом, который я сейчас обратил. Да я не хочу этим заниматься, понимаете? Я хочу, чтобы люди, которые за это деньги получают, они выполняли свою работу качественно. Хорошо. Хорошо. Асландир Ильич тоже сказал об этом. Ну, просто я уже могу выйти, да, из зоны милосердия и по-другому разговаривать уже. Это вам? Ага, это моё вопрос. Да, это... У вас есть такое? Это просто дали вам для того, чтобы посмотреть. Да. Ну, это вопрос обратной связи, на самом деле, да, потому что не за всем можно уследить, а обратную связь налаживать нужно. Мы прекрасно общаемся просто в данный вопрос сейчас, вот, как бы, обращены ко мне в первый раз. Ну, я... Ну, я... Что должно, с моей точки зрения, произойти? Прийти люди из жилищника, составить акт. Всё. И забить эту работу на последующий период. Такие проблемы. А ко мне подсылают дворника, чтобы я указал, где класть асфальта. Вы понимаете, что вы делаете? Вы, это я имею ввиду, в вашем лице жилищник. Понятно. Не лично, а вы в этом, да? Ну, претензии обоснованы, поднимаются. Да. Это то, что есть... Проведём работу с фактором... Шестовое. 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 Значит, на тему, да, это, кстати, не только шестовое участок остается вообще. Также и вопрос, да, с ограждением на баланс. Его должны были передать СГБУ, это, ГУИС, да, в жилищник. Да. Я Сергею Александровичу отправил, да, вопрос, пока не знаю. А скажем так, а вынесли уже комиссия окружная о демонтаже? При этом я, если сейчас начну действовать, да, то буду наставить, чтобы та комиссия, которая вынесла это неправомерное решение по уничтожению городского имущества, да, то есть все люди пострадали. Потому что сколько можно терпеть, в конце концов, это издевательство? Хорошо, Александр, давайте мы... Так, хорошо, по поводу спортивной площадки. По третьему вопросу, да, значит, ну, мое мнение, что объекты, которые заведены, исторически там присутствовали достаточно длительное время, но их уничтожать и демонтировать не имею особого смысла. Лучше организовать там работу на этих площадках, чтобы они были увлечены в организацию доступа населения. Ваше предложение по поводу строительства в этой части нашего района скейт-парка, ну, давайте мы исследуем этот вопрос. Я две площадки обещал вам, две площадки показал. Да, мы там дополнительно просто сделаем вторую, почему нет? Но она не используется, если я иду и вижу там... Прямо рядом со спортивной. Две площадки, вот в одном месте две, как раз напротив дома, да, но не могут они использоваться. Одна используется, а вторая простаивает. Я не ставлю вопрос уничтожать. Там все есть для того, чтобы поставить туда, заполнить. Как раз просто ставится экран, и заполняется уже, покрытие готово. Туда только ставить вот эти все неровности, по которым катаюсь, все. Ну, это правда. Тут же надо опрос, наверное, сделать, потому что не все, может, там и покрыты. Ну, я да. Там шум, как бы, вопрос. Он убирается, да? Это технически решаемый вопрос. Ну, это просто люди, обычно, не любят шума. Так, дальше-то, я согласен с вами, но тогда, получается, нарушен вообще принцип установки этих площадок. Почему? Потому что они должны быть на расстоянии 50 метров. Они стоят ближе. Ну, я же говорил, что это не историческое расстояние. Заметьте, я не говорил об их уничтожении. Там тренажеры какие-то там стоят. Так, заполнить, чтобы функционал их был. То есть, площадка простаивает, да? Я согласен, в школе, вот здесь как раз, с Веселой, там большая площадка, почему-то на этой Сиванская 6 забахали класснейший просто, как бы, да, этот стадион. Значит, там также тоже надо использовать. И, как раз, хорошо, вопрос. Освещение, охрана, все, да? Работа именно в ограниченном режиме. Почему? Потому что для этой площадки надо ограниченный режим вводить тоже. закрыт забор, да, в 10 часов, все. Никого там нет. По детской площадке, дом 3, полуганки. Я не собирала у них ничего, они там сами медленные. Говорят, просят просто в устной форме, может быть, что-то еще там поставить, потому что там слишком много свободного места на площадке. Ну, просто... Который ближе к магазину. Это новая площадка. Да, там много пустого места. ДТП расширить. Ну, что-нибудь еще туда поставить. И... Наполнить, чем-нибудь. Передаю вот то, что слышал. Сергей Александрович, и подводя вот итог этому всему, да, хочется, чтобы мы вышли в тот режим, когда жители принимают участие в составлении программы по богоустройству на будущий год. Для этого вот можно обойти и посмотреть, где что. Вот, например, ту же школу возьмем. Стоит дом 4. То есть, Силанская 4. И школа. То есть, со стороны вот сюда, к ЦСО, идет проток такой, по которым все ходят. Там, где лесенка перпендикулярная, как бы, да. То есть, вот вход туда в калитку, да. Тем никто не пользуется фактически, потому что там, как бы, неудобно идти. А все, как бы, идут прямо с угла дома и к калитке. То есть, тогда или сделать там уже нормальный, как бы, проход, его организовать. И более рационально использовать все. Силанская 4. Силанская 4. Силанская 6. Вообще, как бы, не подлежать никакой благоустройству ввиду реновации, да. Поэтому, переспределить вот эти все средства для того, чтобы решить ключевые вопросы. Когда, вот у меня, например, там, я когда ходил, я говорю, вот в доме есть места, где лужи стоят, да. Ну, с Верой Васильевной сказали устранить, но акта нет. Соответственно, я считаю, что это ни о чем. Поэтому, считаю, выйти в режим составления технического задания. При этом, у каждого дома есть свой председатель, да. Ну, вот я, например, про свой дом знаю. Значит, те председатели, которые в своих домах, да. Верой Юрьевич, например, да. Там есть еще активисты. Те, которые могут составить грамоту технического задания. Это, это, это. Надо. Не, ну, нормально, надо жаром, да. А, жаром, да. Да, нормально. Выходит в 3 часа, отдыхает. Вот все. Поддерживается. Ну, я думаю, что у нас, как бы, в районе есть определенная специфика. Вы все понимаете, что 141 дом, который попадает, мне здесь, как бы, открыт информацию, он будет. Которые попадают подрениваться. Будет в течение, там, 10-15 лет все это для насноситься, строиться. Представляете, что нас ждет за хаос, ну, как бы, в кавычках. Поэтому нам с вами надо, естественным образом, делать то, что плакаловый инноваций не затронет. А именно то, где вот у нас, как раз, многоэтажный флот стоит. Мы этим и будем заниматься. Вот сейчас, собственно говоря, у нас все силы были брошены на тот кусочек Бахинской 29, там 25-23. Вот этот вот, который замыкает как раз пеш-зону до больницы. И мы, Александр Павлович, если помните, вроде договаривались, что пеш-зону мы все-таки сделаем, да, вот это. Вот метро, мимо села П-4, минут 5-1 и дальше. Мы просто полностью обустроим. Вот. И давайте думать, конечно, я всегда за, если люди будут предлагать свои какие-то варианты. Уточнение, я правильно понял? Там, где стоят эти полусферы, да? Мы об этом упомянули в том числе? И об этом в том числе. И киоск там видел, даже уже депутаты переняли его перенести, пока как бы он не перенесся. Да, да, да. То есть что-то такое как бы там не срабатывало. Здесь есть определенные подводные камни в лице, значит, всяких настроений, которые имеют собственников и собственники неизвестно где. Он знает, о чем он говорит. Но я думаю, что общими усилиями мы это все дожмем. Потому что, как бы, я, моя политика. Политика, я думаю, политикатство, корпусы и ваши это сделает район более комфортным. Не то, что вы себе представляете. У меня есть решение. Вот проблема, которую сейчас вы обозначили в партии. Сейчас тогда... Да, вот, пожалуйста. Есть у соседей, Москва речи Соборова, каток крытый. При этом те люди, которые выступали в качестве арендаторов, они, скажем так, неправильно повели политику. В итоге от них освободились. Ну, скажем так, освободились. При этом они заякорились здесь. И пускай тогда они выполняют то, что обещали. При этом, с одной стороны, можно сделать ограждение, да, в виде стенки, по которой любят лазить, да, дети. То есть сделать вот такой симбиоз. Поэтому вопрос. Они, пускай будут финансистами вот этого проекта, да, и тогда, скажем, решаем как бы два вопроса сразу. То есть хотят они, да, вот пускай тогда отрабатывают. И пускай они строят каток этот. Кто и как. Потому что у соседей, значит, каток есть. Там 400 детей пользуются. А сейчас, чтобы национальная программа, там, спорт, дети, все проще, да, он вписывается. Потому что тот каток, который там сделали, открытый, он будет вело, еще каким-то. Он не такой функциональный, как этот. Поэтому мое мнение, оно еще... Хорошо, договорились. Все тогда? Вопросы есть, нет? Спасибо. Наталья, я все описала. Вы довольны? Давайте тогда, если выполнить, то да. Подписи начинаете. Сейчас у меня, сейчас ремонт начнется. У меня лично. Чуть-чуть, да. Я только вчера узнала заседание, поэтому вот так вот все, б-б-б-б-б. Я никогда этого такого не писала.